Апостол Сибири и Америки. В Москве на патриаршем подворье храма святителей Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове отметили престольный праздник. В этот день прошел ряд мероприятий, выступлений хора суворовцев и несколько творческих выставок. Но главным содержанием праздника стало архиерейское богослужение. Божественную литургию совершил архиепископ Егорьевский Марк, которому сослужило священство близлежащих храмов, настоятель и клирики церкви святителя Иннокентия. Архиерейское богослужение всегда отличает особая торжественность, атмосфера молитвенной сосредоточенности и благоговения. Зная это, службу в день престольного праздника посещает большое число прихожан. Святителя Иоанна Архиепископа Константина Града Задового Стагов, святых праведных, Бога Отец Иоакима Яны и всех святых, помилует и спасет нас, як область и человека любит. За богослужением вспоминали духовные и миссионерские подвиги святителя Иннокентия Московского. А их у него немало. Аляска и Алиуты, Камчатка и Курилы, Восточная Сибирь и Российский Дальний Восток – вот нива трудов святого Иннокентия. Миссионерская жизнь, наполненная тяжелым трудом и препятствиями. Таким был путь подвижника. В день престольного праздника с иконой святого был совершен крестный ход вокруг храма. Подвиг святителя Иннокентия, он очень великий. То есть это надо быть таким человеком мужественным, чтобы с семьей уехать на север, добираться год до места, извините, столько, в общем-то, людей привлечь к вере православной, тех, которые даже русского языка не знали. Это подвиг самому все сделать с помощью Божьей и является для нас примером. Участники праздничного богослужения вместе с владыкой пропели величание святителя Иннокентия, затем архиепископ Морк обратился к духовенству и к прихожанам с проповедью и словами на Христове. Самый главный дар, который он принес Богу, это свое горячее желание, свое сердце трудиться на ниве сахарной миссии. Несмотря на дальние расстояния, он всюду спешил к своей пастве, не считаясь ни с какими лишениями и трудностями. Миссия любви, как миссия жертвенного служения, нам сейчас нужна, как никогда. В ответ настоятель храма, протеерей Михаил, поблагодарил владыку Марка за совершенное богослужение и пригласил вместе с прихожанами на праздничные мероприятия. В день прославления святителя Иннокентия выступил хор курсантов военно-музыкального училища, а затем архиепископ Марк посетил выставку лучших работ творческих студий храма, фотоэкспозицию и выставку живописи.